ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти В этом году автоинспекторам в Кировской области пытались дать взятку 7 раз По всем фактам, сообщает ГИБДД, были заведены уголовные дела Чаще всего к решению вопроса за деньги прибегают граждане, которых подозревают в нетрезвом вождении Что касается конкретных сумм, то, например, зимой этого года один из водителей предлагал инспектору 10 тысяч рублей За что теперь ему грозит тюремный срок до одного года Добавлю и все же, результаты опросов российских автомобилистов говорят о том, что дорожные полицейские взятки по-прежнему берут, но реже ТРАССА СТО ОДИН Почти 3000 водителей в Кирове в этом году привлекли к ответственности за излишнюю тонировку автомобильных стекол Соответствующие проверки информирует ГИБДД автоинспектор и проводит ежедневно Штраф для нарушителей 500 рублей Кстати, в некоторых городах к любителям глухой тонировки применяют более жесткую меру арест Достаточно попасться гаишнику повторно и загремишь за невыполнение законного требования сотрудника полиции ТРАССА СТО ОДИН Хёнда Крета второго поколения появится в России примерно через год Автомобиль, который сейчас является у нас самым покупаемым новым кроссовером, представили еще зимой этого года В линейку двигателей вошли полуторалитровый 115-сильный бензиновый агрегат и дизельный мотор с такими же характеристиками Будет еще надувная 140-сильная четверка Трансмиссия, шестиступенчатая механика, либо вариатор, либо робот с двумя сцеплениями Сейчас цены на Крета начинаются почти от одного миллиона рублей ТРАССА СТО ОДИН В России восстанавливается спрос на автотовары Об этом сообщает издание «За рулем» со ссылкой на известную сеть по продаже техники Главным образом водители интересуются видеорегистраторами и радар-детекторами, либо комбо-устройствами Также растет востребованность автомобильных преобразователей напряжения, мини-телевизоров, автопылесосов и холодильников ТРАССА СТО ОДИН Письма счастья приходят с одной и той же камеры Что же делать? Может быть, не нарушать скоростной режим? Нет, лучше камеру украсть Так решил житель Астраханской области Его действительно обвиняют в том, что он своровал комплекс фото-видео фиксации После задержания мужчина признался, что камера его не раз штрафовала Обслуживающая организация оценила ущерб почти в 200 тысяч рублей На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания ТРАССА СТО ОДИН